ООН Большинство молчат, скрывая синяки и побои, тихо плачив в подушку. Молчать больше нельзя. Теперь помощь жертве не просто необходимость, это обязанность каждого, кто стал невольным свидетелем. В панельных многоэтажках, где слышно даже храп соседа, не говоря уже о криках помощи, многие, по словам Мико, просто игнорируют этот момент. Мол, чужая семья вмешиваться некорректно. Это деликатный вопрос. Однако специалисты отмечают, это именно тот случай, когда нужно отбросить все мысли и бежать на помощь, набирать 112. Помимо равнодушия окружающих, еще одной проблемой можно назвать страх, а иногда и ложный стыд жертвы рассказать о существующих проблемах. И все призывы прекратить жить в атмосфере постоянного насилия бесполезны, пока сама жертва не решит принять помощь. Мы зажжем свечки и в Тамсаре парке, так и призываем всех, чтобы они у себя дома на окошке тоже свечку зажгли, для того, чтобы женщины, которые страдали, подносили, знали, что есть люди, которые о них думают, их поддерживают. И что очень важно тоже, это чтобы женщины знали, что помощь есть. В документах ООН указывается, что не только все жители страны должны открыть глаза и не оставаться равнодушными. Власти страны, в свою очередь, в кратчайшие сроки планируют подписать и ратифицировать Стамбульскую конвенцию. Новый региональный документ о предотвращении и борьбе с насилием в отношении женщин и домашним насилием. В ней сформулированы минимальные стандарты предотвращения, обеспечения защиты и уголовного преследования, а также разработки комплексной политики. Страны, ратифицировавшие это соглашение, обязаны защищать и поддерживать пострадавших от таких видов насилия. Но главное, о чем стоит помнить всем, обязательно прийти на помощь соседке, подруге или просто незнакомой, страдающей от насилия женщине. Это вовсе не внутренний или неделикатный вопрос чужой семьи. Екатерина Преховича, Совскорецкий, Первый Балтийский канал.